Друзья, привет-привет вам с самого сердца настоящий Филиппин с острова Сибу. Дела насущные, дела домашние, все никак не хотят заканчиваться, поэтому сегодня снова повседневный влог, который мы постараемся сделать для вас максимально интересным и полезным. Всем привет! Я сегодня опять снежный человек. Снеговик, Мэри Крисмас. Мэри Крисмас, Новый Год. Вот в роли снеговика. 17 дней до Нового Года осталось. А до Рождества-то еще меньше, до Филиппинского. Три раза праздновать. Чесаться, наверное, будешь? Буду чесаться, но ничего. Почешемся. Рыбалки требуют жертв. Да, а как? Если ничего не делать, не чесаться, и ровки такой не будут. Это вот что было? О, прям вид такое безобразие. О, безобразие. Криво, все такое косо. И что стало гладенько. И еще шлифтмашинкой даже не прошли. Сегодня будем солить рыбку. Вот такую вот маленькую рыбку. Из нее у нас получится килька. Она хоть и маленькая, но удаленькая, жирненькая и соленая. Вернее, маринованная. Получается такая классная по вкусу, что от кильки не отличить. Эта рыба была заморожена после покупки на рынке, потому что так я делаю всегда. С рыбой промораживаю ее перед тем, как засолить. Вот, первый этап после покупки это проморозка. Сейчас вот мы будем ее уже разморозив, предварительно подготавливать к засолке. Вот такая вот рыбка. Называется она тулой. В основном стоит она в среднем 50-60 песо. Может стоить дороже, но может быть и дешевле стоить. Примерно песо 30, если она залежалась у продавцов. Они ее скидывают в полцены буквально. Помощник у меня тут. Ну-ка, рыбу не тронет, я голову дам. Сначала мы рыбу обезглавливаем головы котейкам, но я их еще помельче режу, потому что коты же любители растаскивать все по полу. А вот когда помельче порезано, они никуда ничего не тащат. Ну и наша задача сейчас вот так вот одну за одной рыбку обезглавить. О, опять пришел помощник. Мой лапки тянет. Сейчас мы тебе еще дадим рыбке. Это у нас кот с красным ошейником. Такой деятельный. Никогда не может дождаться, когда ему дадут. Лапки сует. Когда готовишь что-нибудь, того и гляди, чтобы не отрезать. Вот я ему мелко головку порезала. Сейчас дам. Промываем все. Вот эти вот дела. Рыбные сейчас. Доску промыть на один раз. Тазик, в котором была рыба. Вот воду лучше выплеснуть куда-нибудь на улицу, потому что она имеет очень много рыбной чешуи. Она очень мелкая и запросто можно раковину засорить. Что-то я где-то не заметила, как что-то острое. А в рыбе палец порезала. Получился у нас тазик рыбы. Вот такой вот. И два контейнера еще с головешками. Котиком нашим. Надолго хватит. Ну, надолго, не надолго, а на несколько дней точно. Теперь перекладываем рубежку в тазик побольше. Потому что следующая наша задача. Хорошенько ее промыть и почистить от чешуи. Да-да. На этой рыбе очень много чешуи. И ее необходимо перед засолкой все-таки почистить. Я сделала такие выводы, потому что пробовала солить. И так, и всяк. И наилучший способ это сразу, еще до засолки, очистить ее от чешуи. Да, муторно. Да, долго. Да, это самая, скажем так, неприятная, неприятная подготовка, неприятная часть подготовки к засолке этой рыбы. Но, тем не менее, лучше сделать это сразу. А потом только наслаждаться вкусной солено-маринованной рыбкой а-ля килька. Головами у нас отужинало целое семейство. Это жена и сын, то ли сын, то ли дочь наших котов. Кого непонятно. Вот эти вот дикие котики. Дикая кошка ходит столоваться к нам. И вот этот котенок черный, я так понимаю, это чадо кого-то из наших котиков. Не знаю, то ли с синим ошейником, то ли с красным ошейником, но с ними постоянно ходит котик наш, который с синим ошейником. Вот, кстати, и он, вот и папашка. Вот. В общем, у нас два черных котика. Один с синим ошейником, один с красным ошейником. Ну, если бы даже не было этих ошейников, мы их различаем по характеру. Сейчас они пока не дружат, так как после того, как повзрослели, им одно место на теле. Жить мешает, и они конфликтуют, несмотря на то, что они, братья, были взяты из одного помета. Спали вместе, облизывали друг друга, а потом определенное время стали заклятыми врагами. Мы сейчас подыскиваем ветеринара для того, чтобы отрезать им это самое место, которое им жить мешает. Ну, может быть, оно им не мешает жить. Им весело и хорошо, но однозначно оно мешает жить сейчас нам из-за их постоянных конфликтов и из-за того, что они по очереди друг за другом метят все места на нашем участке, включая и внутри дома. Это, друзья, нечто. Поэтому однозначно только к ветеринару. Вот такое вот у нас веселое кошачье семейство сейчас проживает. Кот с синим ошейником, кот с красным ошейником. Кстати, кота с синим ошейником зовут Хулио. Кота с красным ошейником зовут Педро. Не спрашивайте, почему. Просто Хулио и Педро. Ну, а вот эта вот дикая кошка, в общем, мы зовем ее Наташка. Тоже не знаю, почему. Ну, как-то вот так вот. Хотя котов вообще животных нельзя называть человеческими именами, но как-то так вот получилось. Ну, вот это вот черное чудо пока безымянное, потому что оно дикое, в руки не идет и приходит только покушать. Субтитры сделал DimaTorzok Вова куда-то поехал с Костей. Сегодня мне обед готовить неохота. Поедем с Костей в кастрюльке, в кастрюльную. Купим там чего-нибудь перекусить. Кто же к нам идет с гулянок? Хулио, ты где был? Ты кушать хочешь? Возвращается с ночных похождений. Что-то сегодня себе разодрал. Уши, голову, хвост вроде относительно целый. Ну, жди меня. Когда я вернусь, тогда и покормлю тебя. Что, нравится? Мягкий, мягкий. Ну, насколько мягкий, расскажем позже. А сейчас поехали, купим перекусить. Да, а обзор сделаем попозже на этот мопед. Ну, ощущение классное сверху сидеть. Высоко сижу, далеко гляжу. И правда, очень и очень мягко. Мы зашли в новую кастрюльную в нашем районе. Но тут, в принципе, сейчас не очень большой ассортимент. Надо все съели, да, все съели. Ну, вот я беру бобы. Я их очень люблю. И тут, в принципе, недорого. 20 песо. 20 песо порция бобов. Тут что у нас еще и веночки. Выбор небольшой, но тем не менее. Сейчас посмотрю, может быть, супчик. Maybe soup. You have... Yeah, pork soup. Pork soup. No, you have vegetable soup. Oh. О, mongo soup. Mongo soup. Ага. Ты не будешь? Нет, я не буду. Будешь монговый суп? Не буду. Окей. Тогда... О, здесь суп. Chicken soup. And rice. А, пили монговый суп? Монговый суп, пожалуйста. А, три, пожалуйста. Я возьму тоже Андрея и Вовке. Может, тебе взять куриный супчик? Нет. Нет? Так, сейчас мы спустимся пониже в харчевню. Посмотрим, что там. Сейчас я посмотрю тебе что-нибудь. Я суп и брезгую. Ну, брезгую. Не знаю почему. Ну, брезгую супы. Какие жареные, пареные ем. Ну, супы что-то, но это не для меня. Может, возьму вот этих, пансета. Что тут пансет, смотри, баклажанчики у них неплохие. Ну, мясо не будем, да, брать? Овощи будем кушать сегодня. Баклажаны не надо. Макарон мне возьми. Пансет. Хорошо. А вот, смотри, что еще. Ну, сейчас бобы мы купили. А бобы, кстати, может, у них тоже бобы клевые. Да, сейчас еще купим, да. Возьми мне еще у них бобов. А я буду пройти, кто лучше готовит. Вот в этой кастрюльной, в принципе, традиционной, в Филиппинской, мы постоянно покупаем что-нибудь себе на обед. Меню стандартно. Пансет, баклажанчики, что-то мясное с курицей. Мы сегодня мясо не будем кушать. Поэтому с яйцом вот эта вот штучка горькая, морщинистый огурец, как мы его называем, свинина, фасоль стручковая, фарш с овощами мясной и вот такая вот фасоль. Ну, вот такую, которую мы сейчас купили только что. Возьмем другую. В принципе, все как везде. Но здесь готовят, в принципе, вкусно. Почему мы здесь и покупаем. Здесь еда не жирная, не соленая. Ну, более-менее не жирная. Не плавает в масле, скажем так. Поэтому мы ездим сейчас сюда. Так, но сейчас мы еще вот сюда вот пройдем. Вот эти вот наши пончики, которые мы обожаем. Френч булочки по аналогии с французским батоном. И вот эти вот штучки, я забывала, как называется. Вообще огонь. Зажаренные, хрустящие, сверху посыпанные кунжутом. Сейчас мы что-нибудь купим к чаю. Все горячее. Здесь разбирает все. И они постоянно-постоянно подкладывают новое. И пончики тоже клевые. Но сегодня мы их покупать не будем. Иначе, как я говорю, смерть диете. Bye, thank you. Субтитры сделал DimaTorzok Такой вот у нас сегодня обед получился за 90 песо. Ну, в районе 100 рублей это. Ну, порция, скажу вам, большая такая. Суп из манго. И пансет с двумя видами фасоли. Одна стручковая, одна обычная. Ну, я вот скажу, для меня лично вот эта вот порция, даже большая, сразу съесть. У меня еще и на ужин останется. Еще раз повторю, стоит 90 песо. Около 100 рублей. Друзья, в последнем ролике. Костя и Андрей занимались ремонтом, вернее, не ремонтом, а меняли шланг топливный. Вот на этом вот мопеде, на крайнем, который ко мне ближе. На этом мопеде потек бензопровод, шланг. На нем заменили. Шланг родной задубел и потек. Поставили новый, мягенький, японский. А ранее Андрей делал обзор вот на этот вот свой мопед. Правда, сейчас его не узнать. Он такой в наклейках, такой красивый стал. Но, тем не менее, это вот этот вот самый мопед. Друзья, коротко об этих мотиках. Сейчас, конечно, пойдет дождь. Но мы успеем. Ну, надеюсь, и успеет. Тара-дара-дам. Итак, вот. Это наш новый мотик. Руси 175 RFI. Ду-ду-ду-ду-ду. Ефишка. Ефишка. 175 кубиков. Фантастический дизайн. Линзованные фары. Короче, вообще такой напопыренный, клевый мотик. Вообще, темка прикольная. Мягенький, тяговитый, конечно, да. Ну и стоит, друзья. Стоит он в районе 100 тысяч. Раньше он стоил 96 тысяч, если я не ошибаюсь. А сейчас, простите, 106 тысяч. Ну, не знаю, в разных магазинах. Ну, 100 тысяч, я думаю, он стоит. Новый, не бэушный. Новый. И мой любимый, старый, добрый, незабываемый, впечатляющий мотик. Мотостар EZ-Ride 150M QMG. Китайский моторчик. Ну, довольно неплохой. 150 кубиков. Кстати, последнее видео. Мы не ремонтировали его. Это не у него кишка, блядь, стала деревянная, чтобы потек бензин. А потек бензин на вот этом фантастическом экземпляре. Вот так, друзья, и посмотрите. У этого цена получается 100 тысяч, а у этого 60. И никакая кишка у него не отвалилась. А вот и точно начинается. Ну, ладно. Конечно, что касается тяги, комфорта. Этот комфортнее и сильнее. Этот слабее. Но и цена. Цена, конечно, гораздо ниже. 66 и 100 тысяч. Вот так. А вот это дождь. Друзья, мы закругляемся. До новых встреч на нашем канале. Друзья, начинается ветер. Не знаю, как меня будет слышно. На этом мы сегодня, пожалуй, и закончим. Субтитры сделал DimaTorzok Рыбка наша просолилась. В холодильнике она простояла в соли сутки. Но, в принципе, можно эту рыбу солить и без предварительного просаливания. А сразу заливать маринадом. Но тогда она мариноваться будет немного подольше. Я методом проб и ошибок вывела для себя наиболее лучший результат. Когда сначала просаливаешь, а потом заливаешь маринадом. И буквально через сутки уже рыба готова. Маринад наш остыл. В общем, зальем прям в этой чашке рыбу. Даже много маринада, я смотрю, сварила. Зальем прям в этой чашке. О, коты, коты почувствовали запах рыбы. Кисули, Кус-Кус-Кус, идите домой. В общем, сейчас надо рыбку пошевелить, чтобы маринад между рыбками проник. Чтобы она просолилась. Скажем так, промариновалась получше. Ну, чего ты орешь? Иди домой. Чего ты там? Опять семейство свое привел. Это у нас Педрочка. Или кто? Хулио. С каким ошейником? Синим. А, Хулио пришел. И сына своего привел. Вот. В принципе, зальем весь маринад. Нормально. Пускай рыбка в нем лучше вот так вот лежит. И побольше его впитывает. Становится вкуснее. Все. Теперь его опять крышкой накрываем. И в холодильник. Пускай даже вот так сверху маринадит будет. Вон он пришел. Ты ж с утра уже был. Ты ж с утра уже ел. Ну, иди, иди домой, иди. Кисуль, а что, домой не собираешься, что ли? Рыбу в холодильник положили. Запаха больше нет. И криков больше нет. Рыбу в холодильник. Рыбу в холодильник. Рыбу в холодильник. Рыбу в холодильник. Рыбу в холодильник.